Доброе утро! Сегодня мы летим в Сан-Диего. Первый раз за время пандемии мы решили, что пора сесть на самолет, поскольку давно очень не летали. А летим мы в Сан-Диего на финал мотокросса. Я вам еще не рассказывала о мотокроссе. Мотокросс – это одно из хобби моего мужа, который я тоже очень полюбила. Мотокросс – очень интересный спорт. Он не очень сильно развит в России, хотя есть российские гонщики, в том числе и соревнующиеся в Европе и в Америке. Ну вот, сейчас едем в аэропорт, и я вам постараюсь показать, как сейчас летают во время пандемии. Ребята, мы в аэропорту. Запарковались в аэропорту в Нью-Йорке, терминал Си. Мы решили купить парковку на несколько дней, чтобы избежать всяких дополнительных перемещений на такси и так далее, поскольку коронавирус – опасаемся. Сейчас 7 утра, в аэропорту практически никого нет, но не пусто, народ летает. Мне очень интересно посмотреть, насколько изменились условия перелета и так далее. Мы летим Юнайтед сегодня, прямой рейс до Сан-Диего. Ну что, ничего не изменилось в такие же очереди, никакой социальной дистанции, но, правда, маски одеты у всех. Очень много народу в аэропорту, посмотрите, куча, везде людей. И никаких социальных дистанций. Потрясающий рассвет, смотрите, как красиво. Самолётики все стоят, выстроились в ряд. Полетим на одном из таких самолётиков сегодня, Юнайтед. Но почти уже дошли до нашего гейта. Сейчас купим Старбакс, как же без него. И вперёд! Посадка на самолёт начинается с конца салона. Ряд за рядом заполняется самолёт. Все пассажиры на борту в масках. Снимать их разрешается только, чтобы покушать. И движение ограничено. Мы приземлились в Сан-Диего. Перелёт был неплохой, но никакой социальной дистанции не было. Шесть часов пролетели достаточно быстро. Рейс был полный, абсолютно полный. На каждом ряду по три человека сидело. Так что летайте! Мы полетели дальше. Ждём нашу машину на станции прокатной машины Car rental. Мы взяли на прокат джип широкий. Широкий джип. И сейчас поедем в гостиницу. Машина. Джип. Выезжаем из аэропорта Сан-Диего. Мы взяли на прокат жёлтый джип. Ни разу ещё на джипе мы с Россом не ездили. Это первый раз. Интересно очень. Окна открываются. Консоль посерединке. Окна открываются. Вот здесь вот кнопочки. Справа и слева. Ну, выезжаем в нашу гостиницу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Это с гостиницей. Тут вот маленькая такая терраса. Сейчас я вам покажу. На первом, то есть на самом последнем этаже, на шестом этаже мы находимся. Вот. И такой чудный вид открывается на океан. Тихий океан. Красота невероятная. Сейчас мы туда пойдем пешком, прогуляемся, покушаем где-нибудь. Вот. Ну и посмотрим местные достопримечательности. Прекрасный день. Сидим, кушаем в ресторане. И нам очень здесь нравится. Мой любимый напиток. Называется он Dirty Martini. Грязный мартини. Роза казала Long Island Ice Tea. И вот такой вид у нас замечательный здесь. Обалдеть. Чудесненько. Хорошо вы знаете Сан-Диего. Я вот знаю его совсем немножко. Хотя здесь жила много лет назад. Недолго, но жила. Мы пойдем на пляж. После того, как покушаем. И недалеко здесь находится военно-морская база военная. Так называется база? What's the name of the Navy? Thank you so much. Camp Pendleton something. Camp Pendleton. Camp Pendleton. Может быть дойдем до туда тоже. Посмотрим. Я прославила кусок еды. И сидит есть там. Посмотрите. У меня есть каламары. Спасибо большое. Спасибо. Народ на байдарках. Здесь плавают. Смотрите. Снимают байдарки. Берут байдарки в прокат. На таких лодочках. Можно взять прокат. Наверное завтра попробуем это сделать. Или на катамаране. Чайки вместе с нами ужинут. Попрошайки. Попрошайки. Чайки. Чайки. Попрошайки. Субтитры подогнал «Симон» 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 смотрите очень красиво ранее утро сейчас где-то еще девяти часов утра нет облачность но надеюсь облачность рассеется в течение дня а то я забыл сказать самое главное мы едем на motocross на финал motocross вот мы приехали на место где проводится финал чемпионата по motocross машин пока немного начала соревнований в девять утра это когда все мотоциклисты начинают тренировку а сами заезды по-моему начинаются с 11 часов утра но мы вам все покажем постараемся рассказать как можно больше motocross очень интересный вид спорта и он был очень сильно развит в советское время в ссср очень много известных мотоциклистов самый известный конечно трехкратный чемпион мира по motocross геннадий моисеев я вам расскажу попозже обо всем что связано с этим советским чемпионом мы подъехали уже к входу на непосредственные мероприятия с познаванием исправленных наше приеду мы здесь меня наверно плохо слышно у нас полки мотоциклов везде и запах ловючего мотоциклисты сейчас мотоциклисты сейчас мотоциклисты как я же сказала по мотоциклистам начнутся чуть позже но адреналин уже в крови чувствуется не очень много они рекомендируют регламентируют количество сколько билетов продается для публики социальную инвестацию пытаются придерживать на всех посещающих но к сожалению хочу сказать что здесь практически все без масок очень красиво потрясающие горы и пахнет как я уже сказала пахнет бензином мотоциклов выхлопными газами стоили седьмой мотоцикл который я посещала вместе с Росом и обычно все эти мотоцикловные соревнования набиты битком народом очень много чего продающих всякие товары связанные с мотоциклом много очень вкусной еды продается целый фестиваль мотоцикл из каждого соревнования потрясающе даже не знаю как это описать машина бункер редбул это стенд где редбул один из спонсоров мотокросса и суперкросса у них всегда очень интересные будочки такие вот это очень хорошая картинка мотокроссов как вы видите специальные мотоциклы целая куча специальные бренды которые производят это Кейселем, Кавасаки Хасхэвана производят специальные мотоциклы в свое время в России вернее в Советском Союзе использовалось два типа мотоциклов Чикословацкий и Ява для наших советских мотоциклистов не разрешалось ездить на западных моделях Мотокросс Пожалуйста, можно выиграть вот такой чудный автомобиль Мы также хотим давать шот колес за Тойота Официально мотокросс был признан в России в 1928 году когда первое мотокроссное соревнование было включено в спартакиаду В 1954 году в СССР состоялись первые международные соревнования по мотокроссу. Проходили они под Москвой, в районе Планетарной. И на тот момент в соревнованиях приняли участие чехословацкие, польские, немецкие спортсмены и советские гонщики. По идеологическим причинам в СССР было запрещено использовать технику западных стран. И поэтому спортсмены могли участвовать в гонках только на мотоциклах производства Советского Союза или соцстран. В частности, Сизет и Ява использовались нашими спортсменами. Рост пытается засмеять своих любимчиков. Джет Лоуренс и Ханта Лоуренс, два брата австралийца, которые соревнуются в классе 250. Во время гонки очень тяжело говорить. Не знаю, слышите вы меня или нет. Микрофон рядом совсем. Но, хотела сказать, что в этой гонке 250 были любимчики два Роса. Австралийские мотоциклисты Ханта Лоуренс и Джет Лоуренс, они братья. Приехали из Австралии и забивают, занимают кубки. Молодцы. Ездят очень хорошо. Вообще, мотокросс достаточно много приносит дохода мотоциклистам. Если они хорошо ездят, то они могут стать настоящими миллионерами. Мы где-то минут, наверное, 15 от начала финальных заездов решили посмотреть, какой электричество продается. Может быть, будем что-то сейчас с ПАЛО в Калифорнии. Название вот этого трека, на котором мы находимся. Видите, там футболки продаются, и кепки, и калстовки. Всего много. Продолжение следует... ПАЛО в Калифорнии. ПАЛО в Калифорнии. ПАЛО в Калифорнии СИГНАЛ. ПАЛО в Калифорнии КАМА ПАЛО в КАМА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому остановились на итальянском ресторане Мы сегодня вылетаем назад в Нью-Джерси По пути в аэропорт решили заехать в Дель-Мар Чтобы позавтракать с потрясающим видом Смотрим, как серфингисты катаются на волнах И тут их много и детей, и серфингистов с утра пораньше Сейчас сколько времени? Где-то 8.30 утра Наблюдаем вот такую замечательную картинку Вот видите, там черненькие котушки в океане Сейчас я вам покажу поближе Это серфингисты, они ждут волн Сидят и ждут волн Кому повезет, тот волну поймает Если не поймаешь волну, сидишь и ждешь следующее Сегодня воскресенье, очень много семей Уже собирается на пляже с детьми Как вы видите Немножко облачно Но облачность, как правило, рассеивается Сегодня ожидается теплый день Минута градусов 25 И солнечная А поскольку утро сейчас Небольшая и облачность Вот волна Сейчас посмотрим Кто-нибудь его поймает Один катается Смотрите, как поймал Ну и наверное на этом замечательном кадре я закончу свой видеоблог из Сан-Диего Спасибо, что остаетесь со мной Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok